Сергей Бороздин, Дуб Стояросовый Эх, дуб-дубок, посмотри разок, Стрихни головой, побеседуй со мной. Я тебя хвалю, я тебя люблю, Ну а больше всего лишь его одного. Он, как ты, дубок, так же ростом высок, Так же крепок и мил, только мне изменил. Это мне с детства запомнилось. С тридцатых годов, как песни из фильмов. Песен тогда было много, хотя фильмов мало, Но каждый фильм рождал песню, Которую потом пели все мы, вся страна. Частушки о дубе никакого отношения к фильму не имели, А запомнились, как другие, запомнились по деревне, Которая и сейчас осталась в деревне, Хотя ехать к ней с моей новоиспеченной ближе, Чем Зюзина. Или в Химке. В деревне Перекрёстино я слышал эти частушки. Слышал в тридцать восьмом, Когда мы думали об Испании, Даже о мировой революции, Но не знали, не ведали, что наступил сорок первый год. Дуб стояросовый, сказал мне дуб, Что ты понимаешь? Я не знал, что ответить на такое. Все понимал. Он и товарищи его выпили, А пьяные и все же. Почему так? Что я сказал не так? Просто чтобы не галдели, Не матерились под окнами. Я обиделся. Сначала за себя. И, конечно, про себя. Потом ночью почему-то долго не мог уснуть. Опять вспомнил, почему обижают дуб. Ну ладно, про осину говорят как от унеядки. Действительно, самая светлая страница осиновой истории. Клы в сорок первом, сорок втором. А дуб – дерево из деревьев, Воспетое всеми и просто так. Чудесное дерево для меня особо. В сорок четвертом я сам посадил такое. В Румынии, под ясами, на могиле друга. Потом в сорок шестом под Москвой, у нас в деревне. Говорят, дубы растут долго. Эти, оба, выросли быстро и скоро. Я видел, как они росли. Так почему же? Под утро я не выдержал и забрался в словарь Даля. В лесу дуб – рубль. В столице по рублю – спица. Когда лиц с дуба и березы спал чисто, Будет легкий год для людей и скота. Когда дуб развернулся в заячье ухо, Сей овес – дуб. Держись за дубок, дубок в землю глубок. Простойросовый дуб – ни слова. А ведь ходит же такое слово по земле. С детства слышу. Я знал его уже давно, лет десять, С той самой поры, как мы переехали в этот дом. Трезвый он здоровался. Выпивший, виновато проходил мимо меня, Чуть кланяясь. Пьяный. Впрочем, тут и начало рассказа. Дядя Миша, слесар-водопроводчик, Мой сосед по дому, В деды мне годился. Мастер он отличный. И ничуть не жук. Если его официально, По жековской линии вызывать, Все сделает. Ни копейки не примет. Больше того, Возмутится. Зачем обижаете, Скажет. Другое дело, Если не официально. Тут и рубль возьмет, И о литературе поговорит, И о политике, И спасибо скажет. И сам в благодарность Предложит что-нибудь дополнительно Сделать доброе. Например, Давайте ведро вынесу. А если откажешься, Хватает сам помойное ведро, Добавляя. Я мигом. И так не только с ведром. Двери скрипят, Подгонит. У окна Шпингалеты разболтались, Заменит. Стекло, треснувшее Форточки, Заменит. Ставит новое. Мы не раз дома вспоминали Дядю Мишу, Но, увы, Реже по-доброму, Хотя и знали его Отменные заслуги. По вечерам Дядя Миша был сильно не в себе. Вот и начинались у нас Разговоры о нем. Странный он человек, Но, в конце концов, Ведь какой вежливый. А тут, Хотя бы о людях подумал, Дети, женщины. Так призрительно говорили Жена, дочка, бабушка о нем. А дядя Миша под окнами нашими, Распив там, Как положено, Не единожды на троих Матерился всем этажей. Матерился в адреса многих. Внутренние, внешние. Тут и жековские начальники были, Зажимавшие прогрессивки, Американцы во Вьетнаме, Греческие фашисты В связи с военным переворотом, И китайские хунвебины. Диапазон вечерних бесед Дяди Миши был удивительно широк. И я, соглашаясь с домашними, Возмущался вместе с ними. И все же почему-то Старался оправдать дядю Мишу. Хотя он и сказал мне, Это обидное, Дуб стояросовый. Может быть, потому что После брани своей все же И вся дядя Миша Переходил на фронтовые воспоминания. И говорил о местах Мне знакомых и близких. О Ясах, Кишиневе, Плоенште, Констанции, Бухаресте. Он стоит на поляне Рядом с нашей пятистенкой. Совсем еще молодой. И уже взрослый. И зрелый. И не по возрасту, Ибо ему только тридцать. Он моложе меня. И я ему чуть завидую. Хоть и знаю, Что дубы живут на свете Дольше людей. У него чудесные матовые листья, Ажурные, Как северные наши, Редко встречающиеся Сейчас кружева. Они-то крошечные, То большие, Или вовсе огромные, В полладони. И это правильно, Поскольку он Вполне солидный дуб. Эх, дубу дубок, Посмотри разок. Это уже о нем, И не совсем о нем. Хотя и вспоминаю Знакомые с детства строчки. И для меня они связаны С ним и еще с тем дубком, Который, как и тот, Вырос сейчас, Но там, Под ясами. Я видел его в прошлом году И позапрошлом, Когда бывал в Румынии. И вот теперь Опять вижу. Через два-три дня. Я вновь еду туда. И, конечно, Не миновать мне яс И могилой старой, Над которой шерестит листвой, Такой же, как этот Подмосковный, Но чуть более старший, На два года дуб. Теперь я сделаю то, О чем думал раньше, Но чего не сделал. Я возьму горсть земли Там и привезу ее сюда. К этому самому дубу. И вот я привез эту землю. Не горсть, А целлофановый пакет с землей, Лентами цветов, Флагов румынского и нашего. Ленты и весомость пакета Спасли меня При приезде границы В юнгенах. Я не знал, Что по каким-то суровым Международным законам Нельзя перевозить через границу Фрукты, овощи, цветы И даже землю с могилы друга. Землю я бросил К нашему подмосковному дубку, А ленты румынского и советского флагов Оставил на стене В нашей московской квартире. Тут и вышло так, Что вскоре после моего возвращения Домой нам пришлось Вызвать дядю Мишу Засорилась раковина. Дядя Миша почти трезвый, Видно не помнящий даже О дубе Стояросовом, Был предельно вежлив И я бы даже сказал ласков. Опять из-за границы. Понимаю, понимаю. Ну, как там в Румынии? Как где побывали? Понимаю, понимаю. А в ясах где-то? Я что-то отвечал дяде Миша. Он поддакивал. И, наконец, я рассказал Почти ради шутки, С каким трудом провез через границу Целлофановый пакет с землей. Дядя Миша вдруг изменился в лице. И куда же ее землю? Перебил меня он. Да дубок у меня есть. В сорок шестом посадил в деревне Или, как говорят, на даче. Тут под Москвой. В перекрестине. Слышали? Двадцать три километра. Двадцать три километра, говоришь. А тысячу двадцать три не помнишь? Я не узнал его. Но потому, что он перешел на ты. Нет. Яс и не помнишь, что после нас Яско-Кишневские операции назвали Седьмым Сталинским ударом. А? Не помнишь? И батальон наш гвардейский забыл. Помню, как же не. Пробормотал я. Теперь я все вспомнил. И дядю Мишу тогдашнего. Слушай, прошу тебя, умоляю. Если хочешь, попросил дядя Миша. И не сердись. Ради Христа. За дуб этот тот стайросовый. За все. Ты? Я все понимаю. Я. Отвези меня к дубку этому. Где земля с его могилы. Да. Тут я все вспомнил. Покраснев вспомнил. Сорок четвертый. Три километра от Яс. Там сейчас дубок. Там мы тогда хоронили Колю Невзорова. Николая Михайловича Невзорова. Сына дяди Миши. Солдата. Моего друга. И дядя Миша. Сам солдат нашего хобзвода. Который был в сорок четвертом тоже молод. Хоронил вместе со мной своего сына. Я же знал его. Знал. А встретив через тринадцать лет. В этом дворе не узнал и не вспомнил. А он. Эх, дуб, дубок. Дуб стайросовый. Да это. Да. Нет удаля. Дядя Миша. Вот как бывает. А память должна быть памятью. Ее нельзя додумать. Домысливать. Как мемуары. И забывать нельзя. И изменять памяти. Тоже нельзя. Я обнял дядю Мишу. Ничего не говорите. Прошу. Ничего.